Я рада всех приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом вот таких замечательных тыквенных вафель. И для приготовления этих вафель нам понадобится мука, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, 2 яйца, которые я разделила на белок и желток. Также нам понадобится тыквенное пюре, которое я приготовила заранее. Я его готовила на паровой бане, потом размяла и остудила. Молоко, сливочное масло, которое я тоже заранее растопила и слегка остудила. Теперь нам необходимо будет смешать желток, сахар, ванильный сахар и тыквенное пюре в однородную массу. Точное количество всех продуктов вы, как всегда, найдете под моим видео. Когда смешали, добавляем растопленное сливочное масло. Когда все мы перемешали, можно сюда добавить муку с разрыхлителем. Муку я добавляю мелкими порциями и просеиваю. Теперь опять все перемешиваем и так, пока не кончится мука. Как я уже сказала, точное количество продуктов вы, как всегда, найдете под моим видео. Под моим видео вы сможете написать комментарий, если посчитаете нужным. Поставить лайк, если оно вам понравится и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Тесто я уже смешала и теперь буду вводить мелкими порциями молоко и перемешивать до однородности. Вот такая довольно-таки густая масса у нас получилась. И теперь осталось нам сюда добавить наш белок. Белок я перенесла в форму для взбивания и теперь его взобью до пышных пиков. Белок я взбила и теперь будем его вводить постепенно в нашу массу и все перемешивать. Тесто мы поставили немножко отдохнуть, а за это время нагреется наша вафельница. Наше тесто постояло, вот на нем появились такие воздушные пузырики. Вафельница нагрелась, теперь будем жарить. Моя вафельница будет жарить эти вафельки около 4 минут. Вы же смотрите по своей. И хотелось сказать вам, что это тесто подойдет не только для вафельницы. Так что, если у вас нет вафельницы, не расстраивайтесь. Вы сможете эти вафельки приготовить и на сковородке. Вот такие вафельки у нас получаются. Так проделаем со всем тестом. Ну вот я все пережарила и теперь хочу показать вам, как это выглядит. Вот такие они. Можно сделать гораздо румянее, смотря как вы их любите. Как я уже сказала, вы это тесто можете пожарить и на сковородке в виде небольших оладушек. Но тогда придется жарить с двух сторон. На среднем огне. Вот посмотрите, какие они красивые. И вот такие они внутри. Воздушные и мягенькие. Эти вафельки станут прекрасным завтраком для вас и для ваших родных. А мне остается надеяться, что мой рецепт вам понравится. И вы будете готовить его для себя и своих родных. Всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале. До новых встреч!